Еще одна важная кампания идет по стране – Рождественская благотворительная. Наши дети – это праздник для каждого ребенка. Самая добрая традиция в преддверии Нового года объединяет всех неравнодушных людей. Чиновники, бизнесмены, общественные деятели и знаменитости своим примером показывают, как просто и приятно дарить детям радость. Особенно тем, кто по каким-то причинам нуждается в чуть большем внимании со стороны. Воспитанники Молодечнинская специальная школа-интерната сегодня принимали у себя премьер-министра. Андрей Кобяков стал не только зрителем, но и участником новогоднего представления, которое дети специально к этому дню готовили целый месяц. В этой школе обучаются дети с нарушением зрения. Из 100 воспитанников – 27 – те, кто остался без родителей. Многие из них показывают хорошие успехи в учебе. Кроме этого, школа-интернат Молодечна известна в мире спорта. Она выпустила 17 паралимпийских чемпионов. Каждый год по-разному, но всегда интересно. Проводим Новый год. Мы эту сказку делаем для маленьких. Было очень интересно, весело. Наверное, самое главное в Новом году – это его ожидания. Нам подарили интерактивную доску, мультимедийный комплекс. Сладкие подарки замечательные к нам пришли. И на 10 тысяч белорусских рублей спортинвентаря с собой привез премьер-министр. И вот этот спортинвентарь, я думаю, еще больше даст толчок до развития наших спортивных достижений. Детей с нарушением зрения поздравляли и в Гродно. И пусть некоторые из 90 воспитанников этой школы-интерната лишь по рассказам знают, как выглядит елка или Дед Мороз. Новый год для них в числе самых долгожданных праздников. К тому же сказка здесь с настоящим маскарадом. Костюмы дети делали сами, как и подарки для гостей, в числе которых глава Гродненской области. Владимир Кравцовки поднес детям сертификаты на покупку музыкальных инструментов. И здесь есть свой хор и духовой ансамбль.